В 1953 году Земля вступила в войну миров. Обычная бактерия остановила пришельцев, но не убила их. Они всего-навсего погрузились в глубокую спячку. И вот пришельцы воскресли, еще более грозные, чем раньше. В 1953-м пришельцы стремились подчинить себе мир. Сегодня они стремятся завладеть нашими телами. Джеред Мартин в роли Харрисона Блэквуда. Линда Мэйсон-Грин в роли Сьюзан МакКаллоу. Филипп Акин в роли Нортона Дрейка. Ричард Чаббис в роли полковника Айронхорса. Автор идеи – Грег Стрэйнджес. Война миров Пол погиб. Ангел смерти МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ День первый Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, кто-нибудь! Кто вы? Ничего не запоминай! Прибытие завершено. Начинаю семидневную миссию. День второй Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, отзовитесь! Штаб-квартира, отзовитесь! Где защитники? Ты не одна из нас. Скажи мне, где ваши начальники? День третий. 37 мертвых пришельцев за последние два дня? И мы тут ни при чем? Это действительно так. Тогда кто же это делает? Кто бы это ни был, но он хорош. Добавьте еще троих пришельцев к списку погибших. Может быть, у них разразилась гражданская война? Моя личная теория состоит в том, что это вооруженный мятеж против руководства пришельцев. Почему? Возможно, они пообещали своему народу легкую победу и не обеспечили ее. Плохая политика. Оставьте меня в покое. Отстаньте. Уйдите. Я знаю, кто вы. Вы из Куорта. Раз уж ты знаешь это, ты также знаешь, что я ищу ваших лидеров. Последний раз спрашиваю, где защитники? За вечную жизнь. Местонахождение лидеров инопланетян все еще неизвестно. День третий. День четвертый. Ну и ну. Вот это я понимаю. И даже без парашюта. С жестким приземлением в конце. Есть версии. Что ж, я думаю, что мы здесь имеем дело с тем же феноменом. Дело рук того, кто убил всех тех пришельцев. Но здесь речь идет о другой причине смерти. Без признаков борьбы. Подожди минутку. Ты хочешь сказать, что он позволил столкнуть себя в эту шахту? Не думаю. Он спрыгнул. С 23 этажа? С какого перепуга? То, что его напугало, было страшнее прыжка с 23 этажа без парашюта. Что может быть страшнее? Они сметают нас улицу за улицей, город за городом. Кто это они? Кто убивает нас? Люди, которые научились распознавать нас. Но как? Мы невидимы внутри их примитивных и гадких тел. Очевидно, это уже не так. Мы должны предупредить все подразделения об этой новой и растущей угрозе. Наши солдаты должны избегать контактов с людьми, кроме случаев крайней необходимости. Мы готовы, защитник. Найдите способных распознавать нас, как мы сами распознаем друг друга. И как мы это сделаем? Эти люди снова начнут нас искать, но не убивайте их. Доставьте нам их живые тела. Их разум и память выдадут нам их сообщников. Да будет так. За вечную жизнь. За вечную жизнь. Ботанический сад. Нужно уходить. Но нашему отряду нужно больше еды. Это что такое? Может быть, у хозяйки есть кошки? Это не кошка. Это синт из Куорта. Я обойду его с фланга. Я обойду его с флангами. Защитник на нас напал. Кто напал на вас? Ответьте. Доложите немедленно. Где защитники? Мы ни за что вам не скажем. Ответьте, доложите немедленно. Наш канал связи уничтожен. Вот значит как. Но кто это? Какова истинная природа этой смертельной угрозы? Когда узнаем это, поймем, как отразить угрозу. Так точно, 74. Бригада Корнера уже на месте. Ну что, этих троих добавляем к 86 трупам за 4 дня? У нас по-прежнему нет догадок, кто это делает. Кроме этого нового типа останков непонятной природы. Это невероятно высокого уровня радиации, близкого к внутреннему. Как и в других нераскрытых нами нападениях. Уже более пяти городов. И с каждым новым случаем, полковник, растет публичность. Сюзан? У меня есть все, что нужно. Харрисон, как ты можешь тут что-то видеть? Харрисон! Ты стучался? Да, три раза. Чем ты занимаешься? Я погрузился в проблему. Если мы наконец поймаем этих пришельцев, может хоть они расскажут нам, что вообще происходит. А вот результат сегодняшнего анализа останков инопланетян. Этого я и ожидал. Тебе знакомы эти белые кристаллы? Органическая ткань, превратившаяся в стекло. Я такой феномен видел только один раз, в записи. И где это было? Хиросиме и Нагасаки. Ты хочешь сказать, что эти пришельцы были убиты небольшим ядерным зарядом? Это могло бы все объяснить. Уровень радиации значительно выше нормы. Еще есть это, беловатая каймава, круг трупа инопланетянина. У нас есть оружие, которое произвело бы такой эффект? Атомные пули? Слава богу, ничего такого на Земле не существует. Полковник, мои интуицы подсказывают, что мы здесь имеем дело с чем-то совершенно новым. Да, но с чем? В игре новые игроки. Что значит новые игроки? Новые инопланетяне. Метод опроса бесполезен. Перехожу к другим методам. День 5. Ну что ж, у нас нет никакой информации, за исключением пришельца-мутанта Куина. Чтобы выиграть эту войну, нам необходима сама эта война. Следовательно, их нужно взять живыми. Полковник, в качестве ловушки я выбрал склад в относительно безлюдной городской зоне. Почему склад? Кроме снижения риска для гражданских, он отвечает всем критериям типичной стратегической базы в духе инопланетян. Итак, какой у нас план, полковник? Группа Омега отцепит территорию склада здесь. Противник войдет отсюда. Это единственный способ войти или выйти из здания. У кого есть предположения насчет того, как заманить их внутрь? Я бы мог установить внутрь передатчик, и мы бы могли передавать на всех частотах перехваченные переговоры инопланетян. Но есть одна проблема. Какая? Я не имею ни малейшего понятия, о чем говорится в этих перехватах. Это может быть имитацией, насколько я могу понимать. Нам не обязательно это знать. Они могут подумать, что это заблудившийся инопланетный патруль, зовущий на помощь в открытом эфире. Или ловушка. И какой разницы нет, им придется войти и проверить. И как только они войдут, мы их схватим. Хорошо. Сьюзан, что у тебя с новым оружием? Все готово. Я разработала надежный бактериальный метод захвата инопланетян живыми. Без сознания, но живыми. Используя дружественных людям микробов. Отлично. Что ж, если все пройдет по плану, тогда мы сможем воспользоваться нашей новой психологической программой, чтобы заставить инопланетных узников говорить. Без нее нам конец. Знай своих врагов. Познай себя, и победа останется с тобой. Что ж, я рад, что в Вестпойнте еще преподают Сан Цзо. Недостаточно. Разве мог старый китайский полководец предположить, что его советы окажутся полезными в борьбе с пришельцами из космоса? Изменится лишь облик врага. Очевидный трюк, чтобы заманить нас в ловушку. Идиотизм людей не перестает меня забавлять. Идиотизм или гениальность, ловушка или нет. Но все должно выглядеть так, как будто мы клюнули на наживку, если мы действительно хотим раскрыть их секрет. Так и будет. Гениальная идея проигрывать их собственные разговоры в качестве приманки. Я думаю, что на этот раз все должно получиться. Благодаря не меня. Это все, Нортон. Спасибо, Нортон. Пожалуйста. Если сработает, купишь мне сигару. Бактериальные аэрозольные пистолеты испытаны и готовы к применению. Они не подведут? Да, Сьюзан? Это сохранит их для нас живыми? По крайней мере, расчет такой. Очень обнадеживает. Вижу врага. Яблоко-1, конец связи. Пропустите внутрь. Яблоко-2, конец связи. Есть, полковник. Не пейте воду в Мексике. В том числе и лед. Они записали наши радиопереговоры. Ясно, что они не понимают их значения. Все камеры исправны и работают? Действуйте в соответствии с советом. Птицы полетели. Яблоко-1, конец связи. Ждем. Яблоко-2, конец связи. Птицы в клетке. Яблоко-1. Яблоко-1. Вперед! Попались! Возьмите у них оружие. Что это такое? Это доносится отовсюду. Что случилось? Айронхорс, в чем дело? Пол? Пол? Полковник! Пол? Полковник, где вы? Харрисон, оставайся на месте. Пол? Полковник! Пол? 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 Айронхорс! Айронхорс погиб. Я склоняюсь к тому, что он преследует инопланетян. Нортон, даже если бы он их преследовал, он бы вышел на связь, правда? Слушай, его люди сбились с ног в поисках. Да, это нужно признать. Он погиб. Давай пока это не признавать, Харрисон. Взгляни на анализ останков тела инопланетян. Тот же образ действий. Тоже оружие. Нет человеческих потерь. Сьюзан. Может быть, он жив? Я верю, что Пол встречает пришельцев там, где нужно ему. Где я? Земля! Кто ты, человек? Подполковник Пол Айронхорс. Армия Соединенных Штатов. Скажи мне, командир людей, где защитники? Кто ты такая? Последний раз. Скажи мне, где лидеры инопланетян? Да если бы я знал. Сам бы убил их много лет назад. Меня зовут Катара. Я послана с планеты Куорта, чтобы уничтожить народ трех с планеты Мортакс. Значит, ты другого вида, чем те пришельцы. Это совершенно очевидно. А где остальные из твоей команды? Я здесь одна. Одна? Против тысяч враждебных инопланетян? Только одна нужна для выполнения этой простой задачи. Думаю, мы можем помочь друг другу. Что ты делаешь? Можешь назвать это считыванием сознания. Думаю, проблем не будет. Доверься мне. Думаю, ты не был. без людей которым известно о нас пощадите защитник они не люди и люди я видел их метод нападения я видел оружие что ты говоришь видел их командира это синт с планеты куорта он принял облик человеческой женщины можешь узнать командира да наша камера записала ее отвратительный образ вот он присоединитесь к нам товарищи и выслушайте наш план никому с корта не будет позволено жить на этой планете найди их лидера и доставь ее сюда я ничто без ваших советов за вечную жизнь за вечную жизнь и через генерала генри уилсон и я имею полномочия от президента соединенных штатов вести войну против инопланетян я думаю я не помню чтобы я уже говорил вам об этом это хорошо это хорошо ничего не запоминай теперь открой глаза что ты со мной сделала у меня пересохло горло тебе пришлось о многом рассказать мне и что я тебе рассказал что ты знаешь знаю и я боже мой не бойся меня человек у нас общий враг если те с мордокса захватит эту планету оба наших народа будут страдать и погибнут ты понимаешь не совсем какое отношение наш народ имеет к этой войне мы происходим из той же звездной системы что и пришельцы которые вторглись на землю но мы хотим сохранить человечество человечество я должна убить вождей инопланетян и без их советов остальные скоро умрут ты поможешь мне выполнить эту миссию моя власть имеет пределы и что я должен сделать вот о чем я прошу ты скажешь своим людям что я друг день шестой скажи мне что я не должен этого делать нортон не могу док прошло больше двадцати четырех часов айронхорса нету мы должны эвакуироваться привет мне нужно с вами поговорить ладно ладно проверьте меня я знаю правила я сам их написал я не инопланетянин он чист слава богу ты жив как же мы беспокоились за тебя ты сверх меры крут мы думали ты мертв где ты был ты был прав харрисон появились новые игроки мы не одни в нашей битве с инопланетянами я так и знал должны были объявиться новые пришельцы и кто они мирные инопланетяне нортон с далеких звезд естественные враги тех с которыми боремся мы они послали помощь для спасения земли от этих тварей что за помощь друга с другой планеты которая нуждается в нас некто по имени катара и больше никого только один нужен для выполнения этой простой задачи вместе мы уничтожим пришельцев не поняла может быть ты лучше расскажешь нам об этом как-то подробнее я должен рассказать и я хочу рассказать но с катарой что-то не так мы обязаны ей помочь она на нашей стороне здесь тоже ничего но я знаю что сигналы жизни существа скуорту шли отсюда тогда мы найдем ее что здесь происходит нужно сделать фото пассируйте все в порядке они уехали она должна быть здесь я так и знал есть мы отлично поработали наш враг близко очень близко защитник у нас хорошие новости мы слушаем говорите мы обнаружили синт этого убийцу скуорту тогда доставьте его сюда мы не можем защитник нас слишком мало тогда оставайтесь на месте мы проведем этот важный бой сами принесите свежие человеческие тела там также потребуется круговое обездвиживающее оружие чтобы уничтожить синта его изготовят прямо сейчас эти тела хорошо послужат за вечную жизнь я в большом помещении в очень большом помещении над водой ты знаешь где это да знаю хорошо полковник теперь можете поспать возможно возможно у него произошла потеря памяти в ходе постгипнотической терапии или просто в результате травмы но физически он в прекрасной форме и он конечно же верит в то что рассказывает нам а ты? хочу верить да верю и я тоже теперь главное встретиться с этой катарой и помочь ей что? это же убийца она встала на этот путь не для того чтобы губить людей помнишь? теперь у нас общий враг и общая цель это высокоинтеллектуальная высокоразвитая форма жизни с другой стороны галактики и она не мыслит против нас зла хотела бы я быть в этом уверена айронхорс достаточное доказательство для меня Сюзан если бы мы могли совместить то что мы знаем о пришельцах на земле и то что о них знают инопланетяне что знает Катара мы могли бы отыскать их вождей и убить их и что потом? исходя из того что полковнику сказала Катара без советников защитников простые инопланетяне беззащитные скоро погибнут как трогательно да трогательно знаешь я никогда не думал что смогу сказать эти слова но я думаю что мы выиграем эту войну день седьмой итак полковник куда теперь? вот она это синт с Куорто так пошли Нортон я буду ее помнить защитники скоро будут здесь она не должна ускользнуть Тебе это все знакомо? да это то самое место точно так ты его описывал над водой здесь будет новое здание выставки мне все это не нравится Харрисон очень не нравится все в порядке Сьюзен Катара наш друг ей нужна наша помощь нам нужно спешить Катара это друзья которых я обещал привести я ваш друг не беспокойтесь люди познайте мое могущество и поверьте тому что я сейчас скажу так как времени у меня осталось мало просто фантастика я бы сказал просто поразительно но мы пришли лишь чтобы помочь тебе Катара Пол сказал тебе нужна наша помощь нужна я должна беречь энергию перед отлетом теперь слушайте внимательно и почаще вспоминайте мои слова когда меня с вами не будет вы воюете с противником уничтожение которого является главной целью моего народа они инопланетяне паразиты это дисбаланс галактики и они должны быть уничтожены до того как они размножатся это именно то что мы пытаемся сделать и вы поработали хорошо доктор Харрисон Блэквуд вы все молодцы я изучила вашего полковника и я видела ваши образы в его сознании Харрисон она знает наши имена да Сьюзен и намного больше 5 5 а м 6 не а и м и м BRYAYP-2 Если бы они знали, что их ждет. Хорошо, что мы сами начнем атаку. Атакуйте синтез корта этим круговым обездвиживателем за вечную жизнь. С моей стороны вам нечего бояться, люди. Я ваш друг. Зачем тогда ты нас покидаешь? Чтобы попасть в ваш мир из моего, я прошла такое расстояние между измерениями. Я должна вернуться, пока это пространство не захлопнулось само собой. Вы понимаете? Да. Думаю, что понимаю. Не важно. Важно то, чтобы вы продолжали сражаться с вашими врагами и не теряли надежду. Страх. Это ваш злейший враг. Народ моей планеты хочет сохранить людей. Я вернусь, подзарядившись со спутником моего вида в течение одного земного года. Когда пространство снова захлопнется... Да. Человек, ты действительно понял. Я стараюсь. Где пожар? Очень печально. Теперь вы не можете уйти. Здание окружено инопланетянами, которых вы боитесь. Откуда ты это знаешь? Я узнаю их по Аори. Я старалась выманить защитников из их убежища, но я думала, что они слишком трусливы, чтобы ответить. Я ошибалась. Просто обалдеть. И что нам делать? Здесь мы открыты со всех сторон. Нужно прорваться на крышу, чтобы уменьшить периметр обстрела. Нет. Мне дана задача защищать вас любой ценой. Ни одна человеческая жизнь не должна быть потеряна. Вы должны быть там, позади. Мы должны постараться защитить тебя. Нет, мне не нужна помощь, человек. Идите. Нортон! Нортон! Ну, конечно. Как же я рад, что ты дал мне эти уроки фехтования на шестах, Нортон. Ты был хорошим учеником, но лично я предпочел бы базуку. Где ты умудрилась это найти? Подарок от дяди Хэнка. У меня было предчувствие насчет этой встречи. Сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы слышим, она здесь, защитник. Убейте ее первые, люди останутся беззащитными. Да. Да будет так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полковник, они заходят с тыла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нортон! Убейте Синта! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Она Синт! Нортон, Нортон, Сьюзан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полковник, мы нужны ей. Идем. Я за тобой. Сьюзан, ты в порядке? Это еще что такое? Она андроид. Робот? Это отвечает на все наши вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что ты делаешь? Если ваша потерянная жизненная энергия не будет восстановлена, вы все умрете. Сьюзан, это не сон. Я чувствую себя отлично. Теперь я должна уйти. Тогда позволь, я тебе помогу. Я чувствую твои мысли. Ты не можешь идти за мной в другое измерение. Не понимаю. Твое тело недостаточно развито, чтобы проходить там, где способна пройти я. Потому что ты синтетическая? Миссия не завершена. Я должна вернуться за подкреплением. Человечество, как источник пищи будущего, все еще в опасности. Я вернусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я в большом помещении В очень большом помещении Над водой Ты знаешь, где это? Да, знаю Хорошо, полковник Теперь можете поспать Возможно, у него произошла потеря памяти в ходе постгипнотической терапии Или просто в результате травмы Но физически он в прекрасной форме И он, конечно же, верит в то, что рассказывает нам А ты? Хочу верить Да, верю И я тоже Теперь главное встретиться с этой катарой и помочь ей Что? Это же убийца Она встала на этот путь не для того, чтобы губить людей, помнишь? Теперь у нас общий враг и общая цель Это высокоинтеллектуальная, высокоразвитая форма жизни с другой стороны галактики И она не мыслит против нас Вы инопланетян Да если бы я знал Сам бы убил их много лет назад Меня зовут Катара Я послана с планеты Куорта Чтобы уничтожить народ трех С планеты Мортакс Значит, ты другого вида, чем те пришельцы Это совершенно очевидно А где остальные из твоей команды? Я здесь одна Одна? Против тысяч враждебных инопланетян? Только одна нужна для выполнения этой простой задачи Думаю, мы можем помочь друг другу Что ты делаешь? Можешь назвать это считыванием сознания Думаю, проблем не будет Доверься мне Нет человеческих потерь, Сьюзан Может быть, он жив? Я верю, что Пол встречает пришельцев там, где нужно ему Где я? Земля! Кто ты человек? Подполковник Пол Айронхорс Армия Соединенных Штатов Скажи мне, командир людей Где защитники? Кто ты такая? Последний раз Скажи мне Где лидеры инопланетян? Да если бы я знал Сам бы убил их много лет назад Меня зовут Катара Я послана с планеты Куорта Защитник на нас напали Кто напал на вас? Ответьте, доложите немедленно Где защитники? Мы ни за что вам не скажем Ответьте, доложите немедленно Наш канал связи уничтожен Вот значит как Но кто это? Какова истинная природа этой смертельной угрозы? Когда узнаем это, поймем Как отразить угрозу? Так точно, 74 Бригада Корнера уже на месте Ну что, этих троих добавляем к 86 трупам за 4 дня? У нас по-прежнему нет догадок, кто это делает Кроме этого, но... Что ты делаешь? Можешь назвать это считыванием сознания Думаю, проблем не будет Доверься мне Тебе приказали не возвращаться без людей Которым известно о нас Пощадите защитник Они не люди Не люди? Я видел их метод нападения Я видел оружие Что ты говоришь? Видел их командира Это Синт С планеты Куорто Он принял облик человеческой женщины Можешь узнать командира? Да Наша камера записала ее Отвратительный образ Вот он Присоединитесь к нам, товарищи И выслушайте наш план Никому с Куорто не будет позволено жить на этой планете Найди их лидера и доставь ее сюда Полковник, они заходят с тыла Нортон Убейте Синта Даррисон Нет Она Синт Нортон Нортон Сьюзан Полковник Мы нужны ей Идем Я за тобой Сьюзан, ты в порядке? Где я? Земля Кто ты, человек? Подполковник Пол Айронхорс Армия Соединенных Штатов Скажи мне, командир людей Где защитники? Кто ты такая? Последний раз Скажи мне Где лидеры инопланетян? Да если бы я знал Сам бы убил их много лет назад Меня зовут Катара Я послана с планеты Куорта Чтобы уничтожить народ трех С планеты Мортакс Значит, ты другого вида, чем те пришельцы Это совершенно очевидно А где остальные из твоей команды? Я Такого на Земле не существует Полковник Мои интуиции подсказывают Что мы здесь имеем дело С чем-то совершенно новым Да, но с чем? В игре новые игроки Что значит новые игроки? Новые инопланетяне Метод опроса бесполезен Перехожу к другим методам День пять Ну что ж, у нас нет никакой информации Из исключения пришельца-мутанта Куина Чтобы выиграть эту войну Нам необходима сама эта война Следовательно, их нужно взять живыми Полковник В качестве ловушки я выбрал склад В относительно безлюдной городской зоне Почему склад? Кроме снижения риска для гражданских Он отвечает всем критериям Типичной стратегической базы В духе инопланетян Итак, какой у нас план, полковник? Группа Омега Отцепит территорию склада здесь Противник войдет Отсюда Это единственный способ войти Или выйти из здания У кого есть предположения Насчет того, как заманить их внутрь? Я бы мог установить внутрь передатчик И мы бы могли передавать на всех частотах Перехваченные переговоры инопланетян Я так и знал Есть Мы отлично поработали Наш враг близко Очень близко Защитник, у нас хорошие новости Мы слушаем, говорите Мы обнаружили синт Этого убийцу, Скорто Тогда доставьте его сюда Мы не можем, защитник Нас слишком мало Тогда оставайтесь на месте Мы проведем этот важный бой сами Принесите свежие человеческие тела Там также потребуется круговое Обездвиживающее оружие Чтобы уничтожить синта Его изготовят прямо сейчас Эти тела хорошо послужат За вечную жизнь Я в большом помещении В очень большом помещении Над водой Ты знаешь, где это? Да, знаю Хорошо, полковник Теперь можно Где защитники? Ты не одна из нас Скажи мне, где ваши начальники? День третий 37 мертвых пришельцев за последние два дня? И мы тут ни при чем? Это действительно так Тогда кто же это делает? Кто бы это ни был, но он хорош Добавьте еще троих пришельцев к списку погибших Может быть у них разразилась гражданская война? Моя личная теория состоит в том Что это вооруженный мятеж Против руководства пришельцев Почему? Возможно, они пообещали своему народу Легкую победу И не обеспечили ее Плохая политика Оставьте меня в покое Отстаньте Уйдите Я знаю, кто вы Вы из Кворто Раз уж ты знаешь это Ты так же знаешь, что я ищу ваших лидеров Последний раз спрашиваю, где защитники? За вечную жизнь Используя дружественных людям микробов Отлично Что ж, если все пройдет по плану Тогда мы сможем воспользоваться нашей новой психологической программой, чтобы заставить инопланетных узников говорить Без нее нам конец Знай своих врагов Познай себя, и победа останется с тобой Что ж, я рад, что в Вестпойнте еще преподают Сан Цзо Недостаточно Разве мог старый китайский полководец предположить, что его советы окажутся полезными в борьбе с пришельцами из космоса? Изменится лишь облик врага Очевидный трюк, чтобы заманить нас в ловушку Идиотизм людей не перестает меня забавлять Идиотизм или гениальность, ловушка или нет Но все должно выглядеть так, как будто мы клюнули на наживку Если мы действительно хотим раскрыть их секрет Так и будет Гениальная идея проигрывать их собственные разговоры в качестве приманки Я думаю, что на этот раз все должно получиться Благодаря не меня Это все, Нортон Спасибо, Нортон Пожалуйста Если сработает, купишь мне сигару Бактериальные аэрозольные пистолеты испытаны и готовы к применению Они не подведут? Да, Сьюзан? Это сохранит их для нас живыми? По крайней мере, расчет такой Очень обнадеживает Вижу врага Яблоко один Конец связи Пропустите внутрь Субтитры создавал DimaTorzok Где защитники? Ты не одна из нас Скажи мне, где ваши начальники? День третий 37 мертвых пришельцев за последние два дня? И мы тут ни при чем? Это действительно так Тогда кто же это делает? Кто бы это ни был, но он хорош Добавьте еще троих пришельцев к списку погибших Может быть, у них разразилась гражданская война? Моя личная теория состоит в том, что это вооруженный мятеж против руководства пришельцев Почему? Возможно, они пообещали своему народу легкую... Можешь узнать командира? Да Наша камера записала ее отвратительный образ Вот он Присоединитесь к нам, товарищи, и выслушайте наш план Никому с Куорта не будет позволено жить на этой планете Найди их лидера и доставь ее сюда Я ничто без ваших советов За вечную жизнь За вечную жизнь И через генерала Генри Уилсона я имею полномочия от президента Соединенных Штатов вести войну против инопланетян Я думаю... Я не помню, что бы я уже говорил вам об этом Это хорошо Это хорошо Ничего не запоминай Теперь открой глаза Что ты со мной сделала? У меня пересохло горло Тебе пришлось о многом рассказать мне И что я тебе рассказал? Что ты знаешь? Знаю и я О, мой господин